Здравствуйте, с вами Игорь Войтович и вы смотрите на телеканале Интекс программу Кинозвезда. Сегодня я расскажу о двух премьерах, которые стартуют в кинотеатре Звезда с 13 октября, российском фильме Суперплохие и триллере Инферно. Снявший вышедших на экраны в этом году «Одноклассниц» Дмитрий Суворов выпускает еще одну картину, на этот раз очень жанровую, потому что его суперплохие «Черная комедия», в чем признается сам автор, который выступил еще и не сценаристом фильма. Поэтому и не стоит ожидать чего-то правильного и высокого, не та ниша. Но на выбранном поле создатели справились на ура. Черный юмор, кровь, причем много, стрельба, погони, подпольное казино, наркоторговля и, разумеется, ни одного хорошего персонажа. В общем, все как полагается. Крепкие сценарные линии, заточенные под экшен, не оставляют зрителю время на раскачку. С места и сразу в карьер. В квартиру самовлюбленного бездарного актера Дани вваливается его брат Дима с другом, раненым в перестрелке. За несколько минут до этого Дани расстался со своей девушкой, а Дима ввязался в историю с передачей «Кокаина», чтобы покрыть карточный долг и выкупить из борделя тайскую девушку легкого поведения, в которую влюблен. При таком сюжете актерам остается только брать и действовать, не боясь наигрыша. Собственно, здесь допустим и он, а образы могут быть не просто шероховатыми и карикатурными. Карикатура на фантастическую глупость, карикатура на жесткость, карикатура на похоть и, конечно, шутки 18+, пошученные с предельно серьезным лицом. В общем-то, получилось все очень неплохо. Картина удачно вписывается в общий тренд Степа над современным оцифрованным миром. Посмеяться над ним считается уже чуть ли не делом чести. Ну а здесь сам жанр велит хохотать во все горло. Поэтому герой Соколовского то и дело осведомляется у Сири, как вытащить из наркокурьера пулю, и весь фильм входит в кроссовках со светящейся подошвой, заряжая их у барной стойки. Этот горячий привет всем гаджетоманам добавляет гремучей черной истории веселости. Впрочем, ее хватает даже несмотря на фонтаны, крови и бандитские разборки. Ведь черная комедия – вещь весьма специфическая, в которой дозволен смех над тем, что в реальности вызывает ужас. Кто-то даже склонен считать ее терапией. Как бы то ни было, суперплохие отыграли все по правилам. Бурно начавшаяся комедия заканчивается столь же бурно и неожиданно, хорошенько потрепав героев и воздав каждому. Стало быть, все честно, ожидания оправданы. Смотрите премьеру «Суперплохие» в кинотеатре «Звезда» с 13 октября. У меня есть планы. Я занял полмиллиона и ради нас буду делать то, что умею лучше всего – играть в покер. Сири, как играть в покер? Судя по всему, у вас нет программы «Покер». Если через полчаса ты не будешь здесь с моими деньгами, я сильно расстроен. Брат, помоги мне. Говорил мне папа, не связывайся с актером. Ты думаешь, это я выбрал актеру? Это актер во мне выбрал для себя путь быть мной. Теперь ты будешь работать на меня. Если ты сегодня не найдешь работу, я уйду из дома. Мне не нужен муж, который не может заработать денег. Короче, сделай одно нехитрое. Платят сто штук. Сколько? Отдашь товар, получишь деньги, и мы вращаем. Ты сказал, что это присыпка спортивная. Мы с братом решаем семейные вопросы. Какие вопросы? У тебя только один сейчас вопрос стоит. Как попасть в блокбастер? У меня сейчас блокбастер в жильзде происходит. Куда ты меня ведешь? Своему брату. Он поможет вытащить пулу. Ты не познаешь, что делать? Нет. Ну, а ты не беспокойся. Я играл в врача, в сериале. Ты такой резкий, как пуля резкий. Я сотвусь, гав, в порошок и сам все это вымухаю. А цири, сколько стоит килограмм кокаина? У меня георгическая фактура. Какой мой номер? Котелка! Ну, котелка! Ты сейчас приезжаешь и трахаешь меня. Че? Слышь, пацан, че с тобой? У меня пуля. Да ладно, где? В жопе, блин! Мне больно это признавать, кто ты алкоголик. Главный герой, бывший спортсмен, ныне космонавт, спасает весь мир. Прошу, пацан, извините. Ты где? Давай я сейчас приеду и заберу тебя, а? Что ж ты мне мозги-то все время выносишь, а? Я в Самсунге, на собеседовании, устраивайся работу, все. Где бы я левел, ты знаешь, все танцуют локтями, все танцуют локтями. Похрен. Алло, девочки, а где все? Не, да! Все, я китай, мои друзья, это гизопровод. Сразу после рекламы я расскажу вам о премьере фильма «Инферно». Реклама будет короткой, не переключайтесь. Инферно, загадочная новинка в мире кино. Зрители помнят нашумевший фильм «Кот да Винчи» и «Ангелы и демоны». Когда они вышли на экраны, взорвалась бомба. Киноновинки мигом стали бестселлерами. Теперь поклонники могут взорваться. На экраны выходит продолжение этих картин «Инферно». Кино обещает стать новым шедевром. Режиссер остался прежним. Талантливый Рон Ховард и главный герой не изменился. Его сыграл неподражаемый Том Хэнкс. И даже над сценарием поработал знаменитый Дэвид Кэп. Новая история начинается с ранения. Лэндон – потрясающий специалист по тайным знаком, кодам и всевозможным шрифтам. Получает пулю, он теряет сознание, когда приходит в себя, оказывается в больнице. Кажется, что все естественно – ранение, больница, но нет. Первая странность заключается в том, что мужчина, не страдающий потерей памяти и каким-то психическими заболеваниями, совершенно не помнит, кто в него стрелял, как произошло ранение, за что его хотели убить, ведь стреляли в голову. Загадка. Вторая странность – раненый герой оказывается во Флоренции. Причем он совершенно не понимает, как сюда попал, кто привез его в клинику города. Третья странность – у человека ужасны головные боли. Что их провоцирует? Выяснено. Ранение тут ни при чем. Четвертая странность – придя в себя, мужчина непрерывно шепчет фразу «очень жаль». Объяснить ее он не может. Пятая странность – осматривая одежду больного, специалисты клиники находят в ней необычную вещь. Это капсула со знаком биологической опасности. Что это? Оружие уничтожения человечества? Откуда оно в куртке мужчины? Роберта не оставляет удачи. У него замечательный женщина-врач. Профессионал. Сиэна Брукс делает все возможное и невозможное, пытаясь помочь пациенту вспомнить все, что он странным образом забыл. «Инферно» – удивительное кино. Оно снято вопреки всему. Потрясает хотя бы тот факт, что переговоры о съемках велись 2014 года, а начались они в апреле 2015 года. Режиссер, благодаря которому появились на свет экранизации книг Дэна Брауна, не желал снимать еще одну киноленту этого автора. Заинтересованности в съемках не было. Рон Ховард лелеял надежду остаться продюсером утраченного символа – сериала, повествующего также о приключениях легендарного профессора Гарвардского университета. Поэтому, когда экранизация четвертой книги стала делом решенным, место режиссера было предложено Марку Романнику. Но продюсеры студии Sony Pictures воспротивились. Они решили, что режиссер останется прежним. Именно этот человек гениально снял первые два фильма. Кому же еще заниматься третьим? Еще один факт, который будет интересен всем ожидающим фильм-зрителям – это то, что съемки проходили сразу в трех городах. Это Флоренция, Венеция и даже Стамбул. Прекрасные виды, невероятная архитектура, живописные пейзажи – есть чем полюбоваться. «Инферно» – это кино, обладающее динамичным, ярким сюжетом. По ходу действия обороты набираются и оторваться от экрана просто невозможно. Восторженные отзывы фильму обеспечены. Критики уже настроены оптимистично. Единственное недовольное – религиозные представители. Они раскритиковали новинку в пух и в прах. И даже пошли дальше. Чтобы остановить процесс съемки, устраивали массовые протесты, забастовки, писали петиции и привлекали журналистов. Ничего не помогло. Премьера состоится на радость поклонникам в кинотеатре «Звезда» 13 октября. Ад Данте – это не фантазия. Это пророчество. Вы помните, что с вами произошло? Какой-то несчастный случай. Я ничего не помню. У вас черепно-мозговая травма. Воспоминания, видения. Все смешалось. Я нашел цилиндр в пиджаке. Как его открыть? Это ад Данте. Он был в моих видениях. Я хочу понять, что происходит. Идем. Где профессор Лэнтон? Исчез. А цилиндр у него? Я проложил тропу. Лишь ты сможешь ее пройти. Это что, какой-то пазл? Это испытание. Персональное для вас. Он создал вирус. Если вирус существует, он заинтересует спецслужб. И они пойдут на все. Это карта. Она укажет мне путь. Его надо убрать. Идем. Сюда. Я знаю, почему Флоренция. Тут девять мест. Это первое. Вот, вот, подсказка. Я сделаю все, чтобы найти вирус. А вдруг тебя найдут раньше? Взять его. Бежим, бежим. Половина людей на Земле умрет. У нас меньше восьми часов. Есть шанс спасти человечество. Человечество — это чума. Инферно — это спасение. На этом сегодня все. С вами был Игорь Войтович и программа «Кинозвезда». До встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok